Отразить хакерские атаки на сервер, защитить персональные данные и не допустить попадания государственной тайны в руки злоумышленников. В Самаре на базе Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики прошел региональный этап соревнований по информационной безопасности. Участвуют студенты из Приволжского, Северокавказского федерального и Южного федерального округов. Студент Казанского авиационного института Акзам Мубаракшин участвует в киберучениях уже в третий раз. В прошлые два раза команда возвращалась с призовыми местами. С каждым годом уверенность в своих силах растет, признается Акзам. Формат этих соревнований нам нравится, как и организация в целом. Это помогает нам развиваться в сфере безопасности компьютерной. Кроме того, это позволяет нам развивать навыки и заводить новые знакомства. Все задания взяты из реальной жизни киберпространства. Задача участников соревнования не только легко выйти из смоделированной ситуации хакерской атаки, но и сделать это максимально быстро. Все, как и в жизни. Когда специалисты по информационной безопасности защищаются от информационных различных атак, они находятся в стрессовом состоянии. И мы здесь моделируем эту ситуацию, когда у тебя стресс, на тебя идут постоянные атаки. Ты должен в ограниченное количество времени решить сложную задачу обезопасить и спасти информацию, которую иногда может представлять даже государственную тайну. Подобные соревнования призваны повысить компетенции студентов в отрасли информационной безопасности. Они развивают практические навыки ребят и готовят их к будущей работе. Количество кибератак, количество попыток проникновения и прочих инцидентов, оно возрастает буквально с каждым днем. И потребность специалистов, которые могут это неспешно противостоять, которые могут подшлить профилактику, защиту той или иной инфраструктуры, она крайне высока сейчас, как и никогда. Информационная безопасность по-прежнему остается самой востребованной отраслью на рынке труда. Победители регионального этапа соревнований поедут на всероссийские киберучения. Они пройдут осенью этого года в Санкт-Петербурге. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.